Крещенский сочельник – праздник православной церкви, когда вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Целыми семьями ходили на Иордан, как называли предки этот обрян, во время которого крест опускали в прорубь и совершали молебен с крестным ходом. Крещение – одно из семи главных церковных таинств. Греческое слово, переделанное на славянский и затем на русский языки словом «крещение», более точно переводится словом «погружение». В воскресенье в Щелковском парке культуры и отдыха проверили готовность купели, в том числе ее безопасность. Подготовка была у нас еще с начала декабря. Комиссия по чрезвычайной ситуации пожарной безопасности в Щелковском муниципальном районе принято было и определено 9 мест купания в Щелковском муниципальном районе. Купели организованы соответственно со всеми требованиями. На всех купелях будут задействованы сотрудники МЧС, которые будут обеспечивать безопасность граждан в данный праздник Крещенское купание. Также будут задействованы сотрудники скорой помощи, полиции, которые будут обеспечивать безопасность на данном мероприятии. Главная особенность организации крещенского купания в Щелковском парке – наличие стационарного здания для проведения праздника. Такого теплого дома нет нигде больше в Подмосковье. Уже на входе гостей будут встречать теплые напитки, а в просторном холле между двумя раздевалками уже подготовлена печка. Сейчас тут холодно, но уже ночью сотрудники парка обещают плюс 5 градусов внутри помещения. Купель имеет прямоугольную форму, оборудованную деревянными краями и полом. Вход с одной стороны, выход с другой. Размер купели – 3 метра, ширина – полтора, глубина – 1,4. Рабочие каждые два часа расчищают прорубь от льда. На наших глазах совершил пробный заплыв и поделился впечатлениями житель города Олег Иноземцев. Очень хорошее впечатление. И прорубь лучше, чем в том году. По глубине хорошая. К купанию человек должен быть готов не только физически, но и морально. И в первую очередь задать себе главный вопрос – сможет ли он? Имеются и противопоказания. По словам врачей, людям с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, с различными инфекциями, также диабетикам и гипертоникам, окунаться в воду нельзя. Также противопоказано погружение и в алкогольном опьянении. После того, как человек выходит из проруби, обязательно протереться насухо полотенцем, одеться в теплую одежду, одеть шапку или платок и в теплом помещении попить горячего питья, горячий чай. После великого освещения воды на источнике, начало которого 23.00, можно будет искупаться и почувствовать праздничную радость крещения. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Ну молодец!